Добрый день, с вами программа «Оптимум» и я Андрей Маховский. Сегодня поговорим о том, почему российские проблемы — это наши проблемы, и как взгляды на будущее у властей двух стран оказались диаметрально противоположны. Что не так с казенным оптимизмом нашего правительства, и куда собирается расти белорусская экономика? Как ухудшается состояние белорусской внешней торговли, и почему у белорусского Минфина не получается свести концы с концами? А во второй части программы с экспертом Бюрок Анастасией Лузгиной мы обсудим, как повлияет на Беларусь ужесточение политики российского Центробанка. То, что делает сейчас Центральный банк России, по крайней мере, вот эти вот достаточно такие жесткие меры принимает. Вот, на мой взгляд, это было делать и в экономике Беларуси, несмотря на то, что, конечно, это поплечет за собой замедление темпов экономического роста. Ну и если вы этого вдруг не сделали, то сейчас можно подписаться на канал «Беларусы и рынок» и поставить лайк. Самочувствие белорусской внешней торговли в 2024 году стабильно ухудшается. Все, что было достоинствами, оборачивается недостатками. На старых рынках появляются новые проблемы, а на новых рынках белорусские товары никто не ждет. Время экспортных чудес заканчивается, и если проблемы не решить, то белорусская внешняя торговля вернется к своему естественному состоянию. Лошади снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой. Я, в общем-то, регулярно говорю в программах о тех или иных проблемах, которые в последнее время возникают у белорусского экспорта. Но проблема в том, что этих проблем на самом деле много, что условия внешней торговли ухудшаются буквально по всем позициям и всем направлениям. Самые заметные изменения к худшему происходят, наверное, на рынке Китая, который стал вторым по значению для белорусского экспорта. За полгода стоимость экспорта белорусского калия в Китай упала больше, чем в два раза. Год назад это был почти миллиард долларов, сейчас осталось меньше 500 миллионов. Но пострадали не только калийные удобрения. В прошлом году белорусское продовольствие очень прилично так освоило для себя китайский рынок. Но, видимо, за год в Китае распробовали непревзойденное качество белорусских продуктов. Вкус спички. Так что в этом году экспорт основных видов продовольствия упал не только в стоимости, но и в объемах. Продажи рапсового масла сократились на 45 миллионов, поставки мяса рухнули в два раза. Сейчас в торговлике с Китаем добавляется еще одна проблема. Проблема с расчетами. Китайские банки, опасаясь попасть под санкции, уже несколько месяцев ограничивают расчеты в юанях для российских компаний и российских банков. И вот, похоже, эти ограничения докатились до белорусских банков и белорусских компаний. По крайней мере, объемы торгов юанем на белорусской бирже сокращаются уже вторую неделю подряд. Кстати, привет планам перейти на расчеты в национальных валютах, которые Беларусь озвучила по случаю своего вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. И о которых я говорил с некоторым скептицизмом в программе три недели назад. Потому что шанхайское сотрудничество – это, конечно, хорошо. Но попасть под западные санкции никому не хочется. И вот как-то получается, что если приходится выбирать, то белорусские партнеры по шанхайскому сотрудничеству делают выбор не в пользу Беларуси. Белорусская торговля с Казахстаном за пять месяцев этого года сократилась на 15%. Скорее всего, причина в том, что власти Казахстана просто стали строже следить за соблюдением западных санкций. А сами санкции и контроль за их соблюдением тоже становятся все время строже. Поэтому наши власти ищут какие-то способы, чтобы компенсировать эти потери. Надо максимально-максимально задействовать все резервы для того, чтобы сбалансировать конъюнктуру рынков. Потому что где-то стало хуже, например, мы за счет другого сбалансируемся. Со второй половины прошлого года белорусский экспорт пошел по дальней дуге. В последнее время белорусские чиновники любят хвастаться, как они на десятки процентов нарастили поставки страны Африки и Латинской Америки. Но конкретными цифрами, хоть в миллионах долларов, хоть в миллионах рублей, они хвастаться не любят. Потому что хвастаться там нечем. Вот в этом году Минэкономики хочет увеличить экспорт в Африку до 570 миллионов долларов. Если получится, если вдруг получится, то весь белорусский экспорт во все страны Африки не дотянет до половины белорусского экспорта в одну только Ленинградскую область. Ну и партнеров Беларусь выбирает себе тоже таких специфических. Экваториальная Гвинея, Никарагуа, Венесуэла, Куба. На Кубе сложная ситуация, как вы знаете. Ужесточение блокады американской фактически серьезно снизило поступление в кубинский бюджет. Поэтому там существует потребность абсолютно во всем. В продуктах питания, в технике, во всем. Но есть сложности с финансовыми ресурсами. То есть потребности есть, а денег на эти потребности нет. Поэтому там включаются такие хитрые схемы с оплатой бартером или оплатой белорусского экспорта кредитами белорусских же банков. В итоге есть чем отчитаться по итогам поездки, но нечего положить в бюджет. Много экзотических впечатлений, но мало практической пользы. Туристических поездок быть не должно. Никакого туризма должен быть результат. Но самое главное, это, конечно, то, что происходит на самом главном для Беларуси рынке. То есть на рынке России, на который приходится 60-70% белорусского экспорта. Тревожные звоночки там начали звучать еще с конца прошлого года. Именно тогда белорусские чиновники заговорили про растущую конкуренцию, про то, что российские власти поступают не по-союзнически, не обеспечивая белорусским товарам особо благоприятный режим. Потому что внезапно для наших чиновников выяснилось, что белорусские товары не могут соперничать с китайскими ни по цене, ни по качеству. С начала года позиции на российском рынке теряли флагманы белорусской промышленности. Тракторный завод, Гомсельмаш, Атлант. Продажи грузовиков МАЗ в первом полугодии упали на 16%. Продажи пассажирских автобусов, которые в буквальном смысле слова горят на работе, обвалились почти на 50%. Мы его теряем. Он уходит, уходит. Беларусь в этом году рассчитывала увеличить экспорт в Россию на 7%. Казалось, что ничто не может помешать этим планам. Но по итогу за первый квартал экспорт в Россию не вырос, а снизился. Зато резко подскочил импорт в Беларусь российских товаров. А сейчас для белорусского экспорта на российском рынке появляются новые риски. И они связаны не с происками конкурентов уже. Они связаны с тем курсом, по которому движется российская экономика. Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими. При этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Да, объемы российского ВВП растут. Но это не тот рост, которому надо радоваться. И, по крайней мере, в российском Центробанке это понимают. И не радуются. Потому что российская экономика растет в основном за счет военного заказа. И вот это производство, оно оплачивается бюджетными деньгами. Резервами, которые там есть у российского бюджета. Вот вы произвели на 250% снарядов больше, чем за соответствующий период прошлого года. Окей. Это дает проценты прироста ВВП. Но это ничего не дает экономике. Потому что снаряды полетели, взорвались. И вместе с ними на воздух взлетели деньги, которые вы потратили на производство этих снарядов. И ничего не осталось. Вот это производство, вот эти проценты ВВП не дали никакой добавочной стоимости. Поэтому российский рост, он очень ненадежный. Он может продолжаться какое-то ограниченное время, пока есть ресурсы, которые можно потратить, чтобы его поддерживать. А потом все. Потом в экономике наступает такое резкое протрезвление. И российский Центробанк это понимает. Поэтому у российского Центробанка прогнозы относительно экономического роста в России очень пессимистичны. Вот несмотря на все теперешние рекорды. В следующем году темпы замедлятся до 0,5-1,5%. И к 27 году экономика выйдет на сбалансированные темпы 1,5-2,5%. И вот на самом деле в России сейчас все в точности, как у нас. Ну или наоборот, у нас все в точности, как в России. Потому что вот эти проблемы, про которые говорит Центробанк, они актуальны и для белорусской экономики. У нас все то же самое. Та же нехватка рабочей силы, тот же перегрев экономики, также загруженные до предела производственные мощности, тоже высокое инфляционное давление. Вот в России инфляция сейчас 9%, в Беларуси около 6%. Цифры принципиально не отличаются, несмотря на то, что у нас действует жесточайшее ценовое регулирование. Но в отличие от белорусских властей, российский Центробанк думает о будущем. Я надеюсь, вы думаете о будущем, мистер Иствуд. Российский Центробанк что-то делает, ну или по крайней мере он пытается что-то делать, чтобы смена бурного экономического роста на рецессию не стала для экономики таким внезапным сюрпризом. Российский Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 18%. То есть кредиты в России подорожают, и Центробанк ожидает, что спрос на импорт будет снижаться. И это, конечно, плохая новость для белорусского экспорта. Повышение ставки российским Центробанком может притормозить не только российскую экономику. Это повышение может еще повредить белорусский экспорт в Россию. Повышение ставки означает, что кредиты в России станут дороже. Удорожание кредитов ведет к замедлению темпов экономического роста и снижению потребительского спроса. Чем ниже темпы роста и спрос, тем меньше запрос на импорт. Чем меньше запрос на импорт, тем меньше там нужно будет белорусских товаров. Вот белорусский экспорт в Россию и так снижался, а теперь на него будет влиять еще и замедление российской экономики. Учитывая, что на долю России приходится две трети белорусского экспорта, любое проседание, ну даже на пару процентов, чревато потерями в сотни миллионов долларов. Белорусские власти не хотят притормозить разогнавшуюся экономику ради финансовой стабильности, так за них это может сделать ставка Центробанка России. И таким способом, который белорусской экономике вряд ли понравится. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Проблемы у белорусской и российской экономики одинаковые, а подходы очень разные, просто принципиально разные. Пока российский Центробанк скептически настроен относительно перспектив роста в России, белорусское правительство продолжает радовать нас оптимистичными прогнозами. Очень оптимистичными прогнозами. Реализация своего сценария позволит обеспечить рост реальных денежных доходов населения на уровне 104%, реальной зарплаты 104%. Рост экономики в следующем году планируется достичь на уровне 104,1%. Вот я просто напомню, что на этот год правительство ожидает роста в 3,8%. И даже в общем 3,8% это для белорусской экономики многовато. Белорусская экономика и так уже запыхалась. А на следующий год правительство хочет, чтобы она выросла на 4%. Ну, наши чиновники, они же не просто так нарисовали свои цифры, они их взяли не с потолка. Этот прогноз на будущий год, он базируется на очень надежном основании. Он базируется на пятилетнем плане социально-экономического развития Республики Беларусь. То есть смысл есть в чем. Вот есть план. И если запланировать прогноз на будущий год ниже, чем запланировало бы правительство, то тогда этот план выполнить не получится. Поэтому делать нечего, останавливаться нельзя, надо планировать дальше. Кто-то может сказать, что тут есть маленькая проблема. Все, что запланировали, надо будет потом куда-то продать. Ну, на самом деле эта проблема решается очень легко. Надо просто запланировать себе рост экспорта. Поэтому в соответствии с планом в следующем году экспорт должен вырасти на 5%. Ну, то есть все, что произвели лишнего на 4%, мы продадим и еще себе кое-что останется. Нет, это ты хорошо придумал. Тут чиновники с экспортом, конечно, поскромничали. В этом году правительство планировало рост экспорта вообще на 7,5%. Правда, по итогу за полугодие экспорт вырос только на 4%. Нет, в том, что белорусское правительство может вырастить себе такой ВВП, какой захочет, я не сомневаюсь. Не будет хватать производственных мощностей, они себе что-нибудь мобилизуют. У меня вопрос, куда они потом будут это девать. Потому что торговые отношения, они построены на принципах все-таки взаимности. Мало запланировать, мало хотеть кому-нибудь что-нибудь продать. Нужно еще, чтобы тот, кому вы хотите продать свой экспорт, хотел его купить. И главное, чтобы он мог заплатить. Ну, а с этим, как мы видим, есть большие проблемы. И поэтому главный вопрос к оптимистичному правительственному прогнозу состоит не в том, откуда возьмется экономический рост. Надо будет, найдут, где его взять. А главный вопрос, куда белорусская экономика будет девать все то, что она вырастет. Меня опять терзают смутные сомнения. И, конечно, еще один вопрос, сколько, а главное, кому за все эти прекрасные планы придется заплатить. За поставки белорусских товаров кредит. За бартерные схемы со странами дальней дыги. За победу над ценами и здравым смыслом. Пока за все это в основном платят белорусские предприятия. По данным Белстата, сумма убытков белорусских компаний за полгода выросла в полтора раза. Убытки промышленности вообще увеличились вдвое. Покрывать эти убытки приходится либо за счет банковских кредитов, либо за счет бюджетных субсидий. Потому что банки, видимо, тоже уже не всегда справляются. Недавно нацбанк отчитался, что за первое полугодие государственный бюджет был дефицитным. И этот дефицит составил больше миллиарда рублей. И это на самом деле довольно необычная ситуация. Потому что, ну, вот тут есть такой чисто бюрократический момент. Белорусский бюджет, он так устроен, что основные выплаты из бюджета идут в конце года. То есть весь год бюджет может быть профицитным. Потом Минфин делает эти выплаты. И по итогам года профицит резко меняется на дефицит. И то, что дефицит зафиксирован уже по итогам полугодия, это очень тревожный звонок. Ну, просто может оказаться, что вот в конце года, когда нужно будет делать эти главные выплаты, Минфин не сможет свести концы с концами. Конечно, всегда есть беспроигрышная опция. Всегда можно попросить денег. Или прильнуть к российскому бюджетному финансированию. Потому что для наших властей освоение российского бюджетного финансирования любимый вид хозяйственной экономической деятельности. Правда, после того, как белорусский Минфин проявил креативный подход к выплате долга покупателям евробандов, получить у России денег стало сложнее. Там, если считать с долгами, которые не платит Государственный банк развития, речь идет уже о миллиардах долларов невыплаченного долга. Которые наши власти, конечно, обещают, что вот-вот, еще чуть-чуть, еще совсем немного. Они придумают механизм и обязательно всем заплатят. Или кому-нибудь заплатят. Что-нибудь. Когда-нибудь. Вот сейчас придумали как раз еще один новый механизм. Чтобы получить свои деньги, кредитору нужно подать заявку на выплаты в белорусских рублях либо выкуп бумаг белорусским Минфинам со скидкой в 70%. Заявка должна содержать отказ от претензий и доказательство дружественного статуса кредитора. Желтые штаны два раза два. И поскольку вот мало есть кредиторов, которые готовы согласиться с таким креативным подходом и делать Q два раза, чтобы получить свои деньги, рассчитывать приходится все чаще на внутренние резервы. За полгода кредиты банков населению выросли на четверть, кредиты предприятиям на 30%. Просроченные долги по сравнению с июнем прошлого года увеличились в полтора раза. Один только Банк Развития за шесть месяцев потратил на кредитование экономики 1,3 миллиарда рублей. Но раньше кредитовать приходилось в основном все-таки своих производителей, покупателей. А сейчас белорусским банкам еще приходится стимулировать своими кредитами заграничных покупателей белорусских товаров. И вопрос, насколько у банков и предприятий еще хватит денег и выдержки. Вот белорусские власти, в общем-то, не скрывают, что экономический рост им дороже финансовой стабильности. Но по итогу может так получиться, что если ты выбираешь рост вместо стабильности, то у тебя не будет ни стабильности, ни роста. А сейчас поговорим с экспертом БИРОК Анастасией Лузгиной. Здравствуйте. Добрый день. На днях российский Центробанк повысил ставку рефинансирования. Ну и сделал это так довольно радикально. И вот, может быть, сначала немножечко о том, зачем он это сделал. Потому что, ну, мне кажется, что для белорусской экономики вот эта тема, она тоже актуальна. Действительно, вот на днях произошло ее повышение с 16 до 18 процентов годовых. То есть это достаточно высокий уровень. И основная причина, можно сказать, по которой это было сделано, это рост ускорения инфляции. Да, ускорение инфляции, потому что в России, вот по данным на июнь месяц, годовая инфляция, она составила 8,59 процента. А с начала года рост составил 3,9 процента, что, конечно, не вписывается в целевые там показатели, которые сначала как бы оптимально для Центробанка в 4 процента годовых. Вот. И в связи с этим, на фоне еще того, что в России, как и в Беларуси, наблюдается дефицит кадров, плюс негативное влияние, кажется, в этой, естественно, санкции, Центральный банк принял решение по повышению ставки. И к чему это должно привести? Это должно привести к постепенному охлаждению экономики России. Это означает, что, конечно, экономические темпы роста, ну, и инфляция, конечно, они должны замедлиться. Вот. И вот в связи с этим, да, то есть, вот это вот повышение там до 18 процентов, Центральный банк, он сказал, что это как бы средний такой рост, да, ставки. То есть, можно было бы ее поднять еще выше, но тогда бы это уже такой был шоковый сценарий для экономики России. Быстрое охлаждение, соответственно, быстрое такие усиление флуктуаций. Вот. Но в данном случае это будет влиять, будет влиять в сторону роста ставок в целом по экономике, там, на кредиты те же, на ресурсы будут повышаться стоимость. Но постепенно Центральный банк не ожидает, что это будет быстро. Постепенно будут замедляться инфляционные процессы и будет, да, сдерживаться тоже в том числе и немножко экономический рост. Еще такой важный момент, что отмечает Центральный банк России, что на сегодняшний день экономика у них находится в состоянии циклического такого перегрева, который уже не наблюдался уже 10 лет, да. То есть, что это означает? Ну, это означает, во-первых, что быстро вернуться в стабильное состояние, снизить ставку, ключевую ставку вряд ли получится. То есть, это займет какой-то определенный период времени. И, хорошо, и что это означает для нас? Как это повышение ставки повлияет на белорусскую экономику? Ну, с одной стороны, ставка, это хорошо, что она повысилась в плане того, что, конечно, будет снижаться инфляция постепенно, но, тем не менее, в России. Соответственно, если мы говорим про импорт, то цены на российские товары, да, которые будут завозиться в Беларусь, они будут повышаться. Но вот эти темпы роста, они будут замедляться постепенно. Вот это, в этом плане, это, конечно, безусловно, плюс. Другой вопрос, что вот такое ужесточение, да, такой монетарной политики Центробанка России, оно влияет на охлаждение, то есть стимулирует, провоцирует, да, охлаждение спроса, того же потребительского спроса на рынке России. Соответственно, это будет отражаться и на экспорте из Беларуси, то есть будет, ну, можно сказать, в какой-то степени сложнее, да, продавать на российском рынке из-за того, что спрос на рынке будет уже расти не такими темпами, как раньше. То есть он будет замедляться. Нельзя сказать, что он там остановится, нет, конечно, в росте, но замедление произойдет. И вот это вот уже такой, как бы, ну, в данном случае это отрицательный фактор для именно уже белорусского экспорта в России. На пресс-конференции, посвященной ставке, глава российского Центробанка дала такой довольно, ну, пессимистичный прогноз для российской экономики. Замедление роста до уровня половины или полутора процентов, учитывая, что на Россию приходится большая часть нашего экспорта, Россия такое наше все. Как это скажется на нас? Да, безусловно, то, что, ну, во-первых, да, то есть то, что вот сейчас было озвучено как таким реалистичным сценарием вот этих там, ну, там, процент-полтора, да, вот в рамках этого роста, то есть это реалистичный сценарий. Если бы, если бы Центробанк ничего не делал сейчас, то есть не повышал ставку, то вполне возможно, то есть вот как раз это и говорила глава Центробанка, что существует риск стокфляции. Стокфляция – это когда, с одной стороны, и ВВП падает, то есть экономического роста нет или отрицательный, и при этом разгоняется инфляция. Да, вот и вывести из этого состояния, конечно, нормализовать состояние экономики очень сложно в этом случае. Поэтому, да, было принято решение о повышении этой ставки, и предполагается, что в любом случае замедление экономического роста, оно будет происходить в следующем году. И это, безусловно, будет влиять и на замедление экономического роста в Беларуси в целом, потому что, ну, как бы спрос на белорусские товары, он определяется не только, да, мы понимаем, внутренним рынком, но очень большая доля, да, вот то, что производится, она еще и экспортируется в другие страны. И, как вы правильно сказали, значительная доля, основная доля всего экспорта на сегодняшний день товаров идет в Россию. И если в России будет замедление, там вот вопрос, да, которого уровня, да, но все равно один, даже полтора процента, это не активный рост, да, то есть это действительно охлаждение, так вот именно вот этого перегрева, да, чтобы как бы абсорбация этого перегрева за счет замедления экономического роста. И это, безусловно, будет оказывать и замедляюще, да, действовать на рост белорусского ВВП. Вот, и здесь, ну, вот я бы хотела еще тоже вот такой момент затронуть, что на самом деле, то есть с одной стороны, вот если не вдаваться в подробности, то можно показать, может показаться, что Центральный банк России, он как-то, ну, наоборот, да, какой-то злой делает, да, повышает эти ставки, ну, кредиты становятся дороже. То есть сейчас в России же экономический рост тоже такой достаточно высокий, вроде бы все хорошо, да, зачем это делать? Но как специалисты они прекрасно понимают, да, что вот экономика уже работает, и сама Биулина говорила, что работает уже на пределе своих возможностей, да, и это подтверждается ускоряющейся инфляцией. Так вот, в Беларуси примерно то же самое сейчас, да, то есть сейчас в Беларуси тоже темпы роста еще выше, чем в России. По инфляции мы не можем здесь говорить, потому что цены регулируются, да, то есть инфляция для нас сейчас не показательная, в любом случае она все равно тоже вскопоряется. Вот, поэтому как раз вот по идее то, что сделает сейчас Центральный банк России, по крайней мере, вот эти вот достаточно такие жесткие меры принимает. Вот, на мой взгляд, это следовало делать и в экономике Беларуси, несмотря на то, что, конечно, это повлечет за собой замедление темпов экономического роста. Но для здоровья экономики, для стабильности экономики, для ее нормального функционирования не только сейчас, но и в следующем году, и через два года, конечно, безусловно, вот эти вот риски, которые существуют, а большинство этих рисков есть и в Беларуси, да, в Беларусской экономике, они должны учитываться. Вот да, я, кстати, как раз хотел отметить, что то, что происходит в российской экономике, вот буквально то же самое происходит в беларусской. Есть свои, конечно, особенности, но вот эти основные, вот, в принципе, вот риски, они повторяются, да, ускорение инфляции, это потребительская активность, дефицит кадров и санкции. Вот, в принципе, аналогичные причины работают риски, работают и в беларусской экономике. Беларусские чиновники же все время хвастаются победой над инфляцией, но если, опять же, посмотреть объективно, то такой принципиальной разницы между инфляцией в Беларуси и России, ее же нет при всем жесточайшем контроле цен. Совершенно верно, то есть вполне возможно, если бы инфляцию не держали на сегодняшний день, да, то не было этого регулирования, то, по крайней мере, бы там уровень, да, России мы бы увидели, да, то есть только там 10 процентов. При том, да, что мы посмотрим даже отчеты Ябр, да, которые делают, что тройка стран с самой высокой инфляцией на сегодняшний день, ну, на постсоветском пространстве, да, то есть это первое и второе место занимает Россия и Казахстан, это у них, если смотреть с начала года по июню, инфляция составила 3,9 процента, ну, это за полгода, да, цены как выросли. На третьем месте Беларусь, 3,4 процента, с учетом того, что в Беларуси существует это рост коррегулирования, и, да, на фоне вот этого активного внутреннего спроса, который продолжается, да, на фоне роста кредита, роста реальных заработных плат, и вот с учетом того, что в принципе-то уже экономика работает на больших уже оборотах, то есть больше производить очень сложно, да, поэтому и рентабельность снижается, да, то есть, ну, сложно произвести больше, с учетом еще дефицита кадров, дефицит ресурсов мы наблюдаем, то даже с учетом этого регулирования цены, вот, они растут быстрее, да, чем в тех же европейских странах. Ну, и здесь тоже надо понимать, что если в Европе, допустим, там, ну, или в России цены не регулировались, и, как бы, они отыграли, как бы, свое повышение, там, год-два назад, да, то в Беларуси оно все равно идет, вот, они все равно растут, но не просто вот этот рост, он размазывается по годам, в результате мы выходим вот сегодня на тот уровень, что во многих странах, окружающих Беларусь, инфляция уже снизилась, в Беларуси она все еще выше, пока еще выше остается, и при этом еще существует инфляционный навес, который еще не реализовался, да, то есть, вот это уже, вот, результат вот этого регулирования цены, да, то есть, экономика, она все равно, как бы, там, хотели, не хотели власти, она будет все равно стремиться к своему равновесию, и она все равно к нему придет, только вопрос, какими, каким, что в результате получим, да, будет этот новый равновесие сопровождаться очередным кризисом, да, либо же позволить все-таки рыночным механизмам более правильно, более органично, с определенной поддержкой государства, да, то есть, никто же не отрицает, что какая-то такая вот продуманная экономическая политика, которая учитывает экономические законы, она улучшает, да, состояние экономики, но тотальный контроль, он обычно ухудшает, это мы видим и по результатам работы советской экономики, и по результатам работы белорусской экономики за последние, там, 20-30 лет, да, то есть, это вот все всегда видно, что экономика рано или поздно приходит в свою равновесие, вопрос, каким способом. В связи с вот этим сходством проблем и тем, что потенциальный уровень инфляции в Беларуси не ниже, чем в России, насколько, на ваш взгляд, для Беларуси актуальна угроза стагфляции, о которой в российской экономике предупреждала глава российского Центробанка? Ну, здесь, конечно, я же говорю, очень сложно говорить, потому что в России там, как бы, прозрачные данные в плане того, что, ну, они объективные, да, то есть, они вот как есть, у них инфляция, вот они эту инфляцию показывают, да. В Беларуси, ну, такого вот не делается. Здесь также вопрос, ну, все-таки белорусская экономика, она намного меньше российская, да, и там, если какие-то, ну, допустим, проблемы начинаются серьезные, да, то вполне там можно всегда там обратиться к России за поддержкой, которая, ну, в принципе, для со стороны России, это будет, то есть, да, с точки зрения России, это не будет уже такими большими ресурсами, ну, для белорусской экономики это может стать спасательным каким-то таким вот, да, спасательным кругом. Это вот один момент. То есть, понятное дело, что стагфляцию будут стараться все-таки не допустить. Ну, и тут опять-таки вопрос, ну, стагфляция, как я уже говорила, это инфляция высокая вместе с экономическим спадом. Ну, до экономического спада, на мой взгляд, все-таки еще, да, то есть, есть возможность, то есть, нет того перегрева, который бы привел уже вот к этой стагфляции, но усиление инфляционных процессов, оно вполне возможно. Спасибо большое, Анастасия. Итак, с вами была программа «Оптимум» и я, Андрей Маховский. Если вы этого еще не сделали, то сейчас еще есть возможность подписаться на канал «Белорусы и рынок» и поставить лайки. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...